всем добрый вечер из лондона у нас очень холодно думаю что многие будут смеяться но сейчас в лондоне ноль и температура понижается ты прямо чувствуешь здесь как падает каждый градус минус один будет буквально через полчаса час и она по прогнозу упадет где-то до минус 3 возможно где-то для сибири это не погода но для лондона это очень холодно и здесь температура чувствуется более резко здесь чувствуешь буквально вот я например я чувствую как температура падает и как она поднимается и так тем не менее прогулочку отменять не будет не небольшую но я вам хочу предложить все таки я после работы как обычно до будний день поэтому ставьте пожалуйста лайк сейчас я поверну камеру будете наблюдать за картинкой лондона а за кадром я немножко расскажу о таких нюансах как в сегодня у нас понедельник а вчера поздно вечером в воскресенье пытались нанести вред лондонская land stock exchange расскажу про этот инцидент и также немножко о метро и а его стоимости потому что многие кто живут или кто приезжают в лондон многие сложно очень разобраться как работает метро потому что здесь в лондоне много здесь получается всего шесть дом так и стоимость поделена даже можно сказать 9 но метро по шести только ходит так и в зависимости от того как ты перемещаешься по зонам а варьируется цена а также есть некоторые такие ситуации когда человек покупает билет например что он будет ездить только в 4 4 5 зоне он где-то живет на окраине и он едет с одного конца города другой пересекает весь лондон и потом удивляются что с него взяли еще за его билет недействительно потому что он проезжает первую зону а он не имеет право этого делать а он не знал поэтому расскажу какие-то таких нюансах а так друзья ставьте пожалуйста лайк все-таки это почти подвиг в холодную погоду снимаю видео врачевую камеру подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали и мы начинаем наш сегодняшнюю январскую сегодня у нас 15 января прогулку по вечернему лондон после работы увидите сколько мало людей сейчас на улицах сейчас 6 часов вечера врачевую камеру итак понедельник в принципе день рабочий но офисы начинают в основном ходить офисные дни обычно со вторника то есть понедельник он такой менее людный день в городе чем остальные дни недели если вот я даже по метро знаю когда едешь на работу в понедельник метро полупустое рано утром а если ты едешь во вторник среду или четверг то людей намного больше раза в три-четыре пойдемте потихонечку вот здесь так вот там есть очень красивый такой такая улочка ipad я вам хочу его показать итак идем по порядку о том что я вам запланировала рассказать вчера вечером на бибисе появляется статья на сайте о том что попытка нанести вред лондон так лондон столько женщин то есть это лондонская биржа которая открывается в понедельник не знаю связано или нет но сегодня например если лондонская биржа работает то в штатах выходные той штат штатах биржи не работают не знаю связано это как-то или нет но тем не менее это такое обстоятельство которое сегодня присутствует в сша сегодня государственный праздник я тоже коллеги кто американцы они сегодня отдыхают и 6 человек были задержаны которые которых полиция лондона мэтт метрополитен полис они задержали шестерых человек которые пытались нанести не уточняется точно что а то есть все подробности детали еще не раскрывает никто но говорят о том что это представители вот этого про палестинского активист про палестинские активисты понимаете они получается в субботу каждую субботу они проводят марш протеста или марш протеста или поддержки в фри палеста и я когда чуть-чуть задумываюсь у меня я думаю как с английской терминологии да на русский это больше перевести потому что ну потому что как то так у меня сейчас поэтому я прошу прощения за такие задержки когда я веду речь потому что я не по бумажке я вообще никогда бумажки не читаю я говорил прямым текстом то есть не мысль идет прямо вот записи какой как красиво подсветку сделали да и 6 ребят там были как и парни и девушки молодые всем с 23 самая молодая или молодой до 31 года они все из лондона некоторые из ливерпуля кто-то там и севера лонна из восточного лондона несколько человек из ливерпуля один из брайтона вот и по поводу марша получается сейчас каждую субботу ним одобривают марш центре лондона который выходят сотни ну тысячи точно десятки тысяч людей какое количество по людям я не смотрела вот в эти выходные были но их очень много это очень активное движение и каждую субботу вы считаете почти с это уже сто дней до когда первое было израиль палестина когда обстреляли во время израильского праздника сто дней и вот этот весь период каждые выходные каждую субботу в лондоне проходит про палестинский вот по который я вам хотела показать просто когда погода хорошая когда не холодно скажем так здесь всегда очень много людей снимает неудобно но сейчас видите люди кто есть они внутри помещения поэтому так достаточно плотненько там видно вот традиционный британский по расположен прямо в сети сетев лондон до большой фонарь висит на цветы все вот именно в традиционном классическом стиле идем дальше и вот эти вот этих шестерых ребят сейчас мы пройдем по такой улочке с вами вот этих шестерых ребят их всех подчеркивают что их задержали то есть они находятся под арестом сейчас есть у меня такие размышления что повлияет ли как-то вот этот инцидент потому что именно подчеркнули в новостях что это ребята они палестина активист то есть они активисты вот этого палестинского движения и их получается так что они совершили правонарушения то есть они попытались нанести вред лондону повлияет ли это как-то на вот эти постоянные огромные движения маршей не знаю посмотрим расскажу вам как будут развиваться события дальше по погоде вот у нас холодно вот эту неделю только а через неделю будет опять шесть ночью 10 днем 12 поэтому нам пережить нужно только вот эту недельку на стол по 21 красивым поставили столы поставили столы но холодно очень нет никого еще не убрали новогоднюю декорация данного год не украшение они так поднимают настроение дальше по метро какие здесь трюки метро в лондоне очень большое больше двухсот станций по моему если я так по памяти правильно помню немного веток и все метро поделена на зоны самая огромная зона это центральная это зона 1 это вестминстер так то есть это весь центр это все самое красивое интересное замечательное и нужно туда куда все приезжают это работа и музеи и так далее но на свете давайте пройдем вернем налево поэтому первая зона она самая дорогая одна поездка на сегодняшний день стоит 2 фунта 80 пенсов в одну сторону неважно сколько вы танцы проедете в этой первой зоне огромные но если вы внутри первой зоны то у вас стоимость будет 280 так в одну сторону если вы проехали туда а потом поехали обратно вышли поехали обратно то у вас башды вам нужно заплатить будет дважды по 280 так это если вы платите безналичными деньгами 280 в первой зоне это стоит час пик час пик первой зоны и остальных зон он тоже немножко отличается например час пик считается по всему метро с 6 3 утра до 9 30 действует повышенный тариф а на первую зону еще действует час пик считается с 16 до 19 если вы были если вы едете в первой зоне ведь вы зашли в первой и вышли 1 или вы зашли в первой а вышли где-то еще то есть когда вы уезжаете домой вы тоже должны заплатить подороже будет действовать вот этот тариф 280 это если в рамках первой зоны не час пик первой зоне он не сильно отличается не час пик остальные часы они стоят 270 2 фунта 70 пенсов это только будние дни выходные в любое время это считается не час пик и праздники тоже не час пик независимости от дня недели как отличается стоимость по отношению к другим зонам например первая вторая зона стоит если вам нужно ехать с первая зона во второй или наоборот со второй в первую не часы пик стоимость 280 то есть а внутри первые 270 то есть всего 10 пенсов разница да если не час пик а если сейчас пик вторая зона с первых со второй в первую или с первого второе ехать это 340 то есть сразу цена сильно растет дальше первая третья зона это час пик стоит 370 а если не час пик три фунта что самое дорогое это конечно передвигаться в первой зоне поэтому если ты живешь в самом центре и тебе все равно нужно ездить внутри первой зоны то расходы на транспорт они они не сильно отличаются если ты живешь дальше от центра скажем так еще есть один нюанс это все если платим мы безналом то есть мы платим карты если вы хотите оплатить наличными будьте готовы заплатить 670 в любое время наличными оплата очень дорогая поэтому не рекомендую покупать билеты в метро в лондоне за наличные наличными у вас возьмут вы дадите 10 фунтов с вас оператор 670 вычтет в одну сторону и отдаст вам и это то же самое что если безналом вы бы заплатили там 270 да скажем не в час пик первая зона вот такая математика если брать самую дальнюю там дальше по зонам примерно фунт стоимость увеличивается если самую дальнюю зону брать зона номер шесть вот если 6 в первую ехать в час пик это 560 а если не в час пик это 360 вот такая разница чисто за счет времени так это я сейчас я вам покажусь всем привет вот такой идет мороз огромнейший экран сверху и здесь разные разные изображения пускают получается так очень атмосферный еще нюанс по метро когда покупают проездные можно купить проездной проездной выгоден если вы будете ездить больше как бы туда обратно в день он чисто посчитан чтобы ездить как на работу с работы каждый день вот это ваш проездной если вы вам нужно ездить больше тогда он имеет смысл нет смысла никакого нет то есть здесь проездные они не дешевле от того что вы как бы покупаете больше поездок нет в лондоне скидок на транспорт не существует их нет ну такое для взрослых до есть нам для студентов и так далее поэтому если вы например живете на сниму снимаете какое-то жилье приехали только в лондон с ним посняли жилье где-то на востоке в восточной части лондона так в зоне скажем 4 работа у вас на западе лондона в зоне 4 вы такие счастливые смотрите по табличке на сайте зоны 4 очень дешевый проездной по отношению к первой зоне на то есть если зоны 4 только вы покупаете этот проездной и вы пытаетесь воспользоваться вы проехали туда и вы едете вы пошли метро да и когда вы пытаетесь выйти вас или не выпускает или что-то произойдет потому что автомат поймет что у вас что вы проехали маршрут проанализируется на какой станции вы будете выходить что вы проехали центр города и вас попросят оплатить вот эту высокую цену которую вы хотели избежать то есть здесь если вы хотите ездить только скажем в четвертой зоне по своему билету вы должны ехать вокруг всего лондона до какими-то пересадками то есть и для этого установлены на станциях такие стойки куда нужно приложить карту вот когда вы обязаны приложить карту тогда отмечается что вы не заходите у вас маршрут такой что вы не заходите в центр лондона вы не пользуетесь 1 там 2 3 зонами а вы только едете по 4 вот вот так тогда ваш билет будет работать скажем это очень такой важный раз на которую многие попадают если честно холодно я с большего рассказала вам также здесь раньше буквально да очень были популярные билеты на год но сейчас мне кажется их почти никто не покупает то есть на год за метро там 1300 или полторы тысячи сразу платишь и все и так итак друзья еще один сюрприз у нас по сюрприз по стоимости проезда на метро на транспорте лондона он каждый год индексируется каждый год дорожают где-то в марте цены которые я озвучила сейчас они действуют с марта 2023 года они тогда поднялись на 5.9 процента примерно инфляцию поднимают и в этом году тоже ожидаем где-то примерно с марта то есть это такое обычный житейский процесс ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал надеюсь вам понравилась эта прогулка узнали что-то новое интересное увидели меня в капюшоне всем отличной недели всем счастливым всем пока увидимся в следующий раз